Всем привет! Продолжаем смотреть картины художников. Сегодня мы смотрим картины сэра Уильяма Рассела Флинта. Шотландский художник, иллюстратор, известный прежде всего своими акварелями с изображением женщин. Он также работал маслом, темперой, кровьюрой. Данные я беру в переводной Википедии. Родился 4 апреля 1880 года в Эдинбурге в семье известного графика Фрэнсиса Уайтона Флинта. Рисовать начал Драана, сначала под руководством отца, потом обучался в ритографской мастерской Эдинбургской королевской школе искусств. С 1900 года, после поездки в Европу, Рассел обосновался в Лондоне, где продолжил свое обучение в школе искусств Хиттерли. Сначала художник зарабатывал, делая рисунки для медицинских атласов, но скоро начал работать иллюстратором журнала. А затем и в других газетах, журналах. Работы Рассела Флинта привлекли внимание издателей. И с 1905 года до конца 1920-х годов художник проиллюстрировал множество произведений английской и мировой литературы. Наибольшую известность приобрели его акварели, копиям царя Соломона, подражания Христу, фамы Химпийского, песни-песни, Микада, Рудигору, мифом древней Греции для детей Кинцли, Одиссея и Гомера. В 1910 году художник участвовал в выставке лучших английских иллюстраторов в Нью-Йорке. А уже в 1913, через три года, получил серебряную медаль парижского салона. Много путешествовал, побывал в Испании, Франции, Италии, Швейцарии. В этот период чаще всего обращался к пейзажам и портретам, пользуясь большой популярностью, писал обнаженную натуру. В 1924 году Рассел Флинт стал членом-корреспондентом Королевской академии, а в 1933 уже академиком. С 1936 по 1956 год 20 лет художник был президентом Королевского общества акварелистов. Заслуги перед Отечеством Рассел Флинт был посвящен в рыцаре. А в 1962 году состоялась большая ретроспективная выставка мастеров Королевской академии. Во время визитов в Испанию на Флинта произвели впечатление испанские танцовщицы, и он часто изображал их на протяжении всей своей карьеры. Он пользовался значительным коммерческим успехом, но малым уважением со стороны искусствоведов, которые были обеспокоены воспринимаемой грубостью в его эротизированном обращении с женской фигурой, явно заимствуя вдохновение из аналогичных работ Лоренса Альма Тадема. Флинт был активным художником до своей смерти 30 декабря 1969 года. Ну вот, пожалуй, все, что я смог докопать в интернете о художнике Сэру Уильяме Расселе Флинте. Все, пока-пока, до свидания, смотрим картины. Субтитры сделал DimaTorzok